Want to speak real Russian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at russianpod101.com Праздник отмечается каждый год 4 ноября и является нерабочим днём. Знаете ли вы, какой большой православный праздник также отмечается 4 ноября? Мы покажем вам ответ в конце этого видео. Праздник Дня народного единства был установлен федеральным законом о днях воинской славы и памятных датах России в 2004 году. Данный праздник связан с Днём освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьми Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов в 1612 году. Именно благодаря объединению и сплочённости всего народа удалось одержать победу над общим врагом. В этот день по традиции в Большом Кремлёвском дворце проходит торжественный приём, на который традиционно приглашают патриарха Московского Кирилла и других представителей Русской Православной Церкви, представителей органов государственной власти, различных деятелей науки и культуры. В этот праздничный день президент Российской Федерации вручает государственные награды гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, которые внесли большой вклад в укрепление дружественных связей и сотрудничество с Россией в распространении развития русского языка и русской культуры в других странах. В этот праздник часто устраивают различные ярмарки, фестивали и концерты. 4 ноября некоторые организации проводят День добрых дел, когда каждый может совершить хороший поступок, помочь кому-то, поучаствовать в благотворительности. А теперь я отвечу на заданный ранее вопрос. Знаете ли вы, какой большой православный праздник также отмечается 4 ноября? 4 ноября также является днём Казанской иконы Божьей Матери. Именно перед этой иконой молились Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский перед походом, а потом взяли её с собой в военный поход. Как вам урок? Вы узнали для себя что-нибудь новенькое? А в вашей стране есть подобный праздник? Вы можете оставить для нас ваши комментарии на russianpod101.com. Увидимся в следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин